Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Киселёв. Итак, превращение сахара в морфин, используя дрожжи. А вот он, новый коварный замысел США, благодаря которому янки хотят заставить дрожжать великую Россию. Как видим, даже Обаме стало ясно, что его больше не сможет защитить хвалёный американский морпех, и теперь он взялся за морфин. Забрать у русского человека весь сахар и дрожжи и превратить их в морфин, из которого нельзя гнать самогон. А вот истинная цель безжалостного дяди Сэма. Вы всё ещё сомневаетесь в том, что корни этой подлой операции по производству морфина растут прямо из Белого дома? Тогда обратите внимание на симптомы, которые характерны при передозировке морфином. Галлюцинации. Спутанность сознания. Состояние бреда и бессвязная речь. Весь перечень качеств, присущих любому представителю Госдепа США и лично президенту Америки. Чтобы не быть голословным, предлагаю вам посмотреть секретные фотоснимки, подтверждающие то, что Барак Обама и наркотическое вещество морфин в США уже давно являются словами-синонимами. Думаю, после этого и первокласснику понятно, какими именно американскими наркотиками были наколоты яблоки во время Майдана на Украине. А знали ли вы, что вещество морфин названо так в честь морфея, древнегреческого бога сновидений? Заставить нас закрыть глаза на проделки американского правительства и превратить жизнь россиян без сахара в страшный сон. А вот еще одна цель звездно-полосатых нелюдей. У вас до сих пор остались сомнения в подлом антироссийском заговоре? Тогда обратите внимание на то, сколько рублей стоит килограмм сахара в обычных магазинах Барнаула и Астрахани. Почти 54. Почти 54. Возраст президента США Барака Обамы. Совпадение? Не думаю. Превратить в морфин весь наш сахар, а вместе с этим лишить наших граждан сладкой жизни в России, которой так завидуют на Западе. А вот оно, истинное лицо американской демократии. К нам в руки попал видеоролик, посмотрев который, вы убедитесь в том, что на российских кухнях уже вовсю орудуют натренированные спецслужбами США агенты, которые ради нашего сахара не остановятся ни перед чем. Не позволим американцам заставить наших бабушек делать варенье, которое в середине зимы не будет засахариваться. Не допустим того, чтобы в плацкартных вагонах поезда Москва-Владивосток проводница давала к чаю вместо кубика сахара кубик морфия. В наших силах не допустить того, чтобы весь наш сахар превратили в морфий, сказав нам на прощание морфинита ля комедия. На сегодня все, с вами был Дмитрий Киселев и берегите сахар, не бойтесь, не слипнется.